Послание апостола Павла к Римлянам, 12 глава 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердие Божие, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как понимали это римляне, вы с трудом можете нагадаться, потому что исследований на сегодняшний день практически нет. Выпускает толкование Иоанна Златоуста. Блаженов и Тилахта, Златоуста это полторы тысячи лет назад, Пеофилах 900 лет назад. Они разбирали, как эти места Писания сходятся с другими местами. О чем здесь Павел говорил? Ну а для нас лучше, чтобы это слово заговорило с нами. Вот почему 2000 лет проповедуют, проповедники. И проповеди одна с другой не сходятся. Во-первых, в разных местах живут. В разное время. Как это слово касается нас? Оно живо и действенно. Христос вчера и сегодня, и вовеке тоже. Это означает, тогда он действовал через это слово. Он должен сегодня действовать. Его слово сегодня в Серкви не читается. А если читается, не разъясняется. Златоуст прекрасно столковал. Да это далеко не все. Вот читаем мы, поминяя Божию, повлеконяйся Твоей. Прочитали. Избавим от кровей Божьего. Каких кровей? Ты предисловие прочитай. Давыд посылает своего военачальника, полковника, по-нашему сказать. С письмом храброго человека, который ему жизнь сохраняет. И говорит, пойдите в атаку, а потом бросите его одного, оставьте. А он будет идти вперед и не выйдет, что во время битвы. Да где он обернется-то? И убили его. И написано, когда высоряли Соломона, то шли хилифеи и филипеи. Кто такие? Это наебники были у царя Давыда. Филисимляне. Хитияне. Люди очень храбрые. А этот как раз урий хитиянин был. Это его защита была. А вот теперь-то мы считаем, помилуй меня, Боже, и избави от кровей. А если ничего не понимаем, каких кровей меня? Я бы ее не убивал. А чего бы я его убивал-то? Я бы с ним сошел со студией. Мне он очень нравится. Поэтому Слово Божие должно с нами заговорить. Даже берем проповедь Дозлатоуста. Он идет говорить, проповедь подготовил, написал. Дозлатоуста все по бумажке читали. Впервые без бумажки стал говорить Дозлатоуст. Четыре столетия. Четыре столетия по шпаргантам говорили. Они не знали, что сказать. Он шел, и внук видит нищий протягивает, обрубленная рука у него, культяпка, просит милостыню. Посинел, холод. И он проповедь сразу изменил, стал говорить о милостыне. Почему бы такие безжалостные? Почему человека не подобрали? В церкви у нас 15 тысяч приход. Тысяч! В Константинопольской церковь. Почему этого человека не могли обиходить? А тут проповедь я потом скажу. На каждый период времени Слово Божие имеет какие-то свои особые претензии. И Господь говорит, оно выполнит то, для чего я его послал. Оно не просто читает, оно послано. Оно идет и говорит. Мы говорим про рог Иеремия. Иеремия рядом стоит. Вот он такой вот Иеремия был. А там мы думаем, Иеремия под потолок. Ну он такой же ходил, и не я. Такой же он ростом был. Ну, сантиметр выше, ниже. Он ничего нет. Я могу бы представлять, какой он? Откуда я знаю, как Михей выглядел? У меня воображение развитое, я представляю его как. Если бы я знал ты, как режиссер, я бы выбрал какого-то человека. Я примерно представляю как. А как он говорил? Какая интонация? А если бы он был сегодня, то что бы он сказал? Считай, снова. Павел говорит, умоляю вас, братья. Сразу вопрос, а почему они сестры? Сегодня братья и сестры. Ни разу, нигде в Библии братья и сестры нет. У них же это непонятно. Новый Завет. Ни одного раза нет. Ну храмы-то... Ну считай, вы сами сестры-то были. Ну не может быть, чтобы не было. Братья, все. Это не пренебрежение. Такой Божий устах. Чтобы женщина знала свое место. Она не разговаривала. А раз их не обращается, она может вопрос задавать. Дома, говорит. Дома, не дорогой. Пока домой дойдешь, дверь закроешь, и тогда у мужа спросишь. Если желающему научиться, пусть спрашивает дома у мужа своих. Так написано. Умоляю милосердие Божие. То есть Бог нас помиловал. Бог милосердный. Храните это милосердие. Я говорю, что ж по милосерднику. Я умоляю вас. Не просто в храм ходите, а входя в храм выйдите другими. Представьте тела ваши. В жертву живую. Не просто день поработал, отдохнул, утром встал, позавтракал, опять на работу. Он в субботу помылся. В воскресенье как-то я перетерплю. Без работы. Ну невозможно прям жить. Потому что у нас все горит. То сенокос, то по косту. Павел говорит, в жертву живую. И сразу вопрос, а какую живую? Если я этот вопрос сегодня задам людям, они не поймут. А некоторые поймут, поймут по-своему. В жертву живую. И начнут говорить. Вот я пошел с собой, жертву на амбразуру, бросился. Помянут такие герои. Он говорит, святую. Не просто живую. И благоугодную Богу. А чтобы узнать, что благоугодно Богу, мы можем узнать только считая Библию. Как люди могли это понять, не имея Библию в руках? Я вопрос опять тоже ставлю. Ведь это ни день, ни два тысячи лет прошло. Мы ездим по окрестным селам. Приходится свидетельствовать. Священники все одинаково относят к Слову Божию. С лютой ненавистью. Все забыто. Как их рубили, как убивали, сжигали. Все забыто. И они думают, так будет всегда. Так не будет всегда. Ждет такая молоденка, ни одного папа не останется. Бог их всех поколотит. Они прямо лютуют. Лгут, что хотят, говорят. Лишь бы Слово Божие не звучало. Это сегодня, вот сейчас, в настоящий момент, когда мы здесь стоим. Я получаю известие с разных сторон. Для разумного служения вашего. Как? А он быстро спросил, Господи, а ты дал нам объяснение, как разумно служить. Мне объясняют так. Дети должны занять какой-то пост. Каждому желательно, чтобы квартира была, хорошее положение. Девочек выдать замуж. Парни и жених. Ну, правильно все. Это мусульманин знает. Нам, христианам, как? Это и будин знает. И коммунист знает. Это нам показывают фашисты, где-то плохие. До фашистов были такие порядки, каких у нас здесь нет. Все гомосексуалисты Гильдер сразу к стенке ставил. У него ни одного не было. А тут их регистрируют. Женится мужик на мужике. Женщина на женщине. Это нам только говорят. Гильдер нашу страну, в каком сейчас развале она, он в течение пяти лет вывел на первое место. Страна, потерпевшая катастрофу в Первой мировой войне, против всего мира подняла войну. И почти до победы довела. Как-то не внутри, не измена. Значит, по-человечески, да, все правильно. А когда смотрим по-коже, все делалось для авторитета человечества. Это был дьявол в человеческом образе. А по-человечески рассуждать, это был гениальнейший человек. Я изучал политические системы мира почти все. Может, случайно, какую-то не знаю. И скажу, ничего выше фашизма люди не придумали. И не придумают никогда. Без сравнения с Библией. Когда я открыл Библию, я понял, это дьявол в образе человека пришел на землю. Разница какая? Его обогатворяют. И когда у немцев было написано «Год Петунс», я разговаривал с немцами из Западной Германии еще. Они говорят, «Год Петунс, это вы думаете о Боге?» Это означало «Гитлер – Бог!» Мы верили как в Бога. Вот как. И, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чего обновлять, если ничего нет? Что там обновлять-то? А обновление-то должно быть заметно самому себе. Вчера я так понимал, а сегодня так. В отношении всего, что нас окружает. Обновление ума. В возрасте каком? Может быть, только детям, которые в школу идут до смертного вздоха. Чтобы вам познавать, что есть в воле Божьей. Да будет воля Творя. И Павел им об этом напоминает. Волю Божью познавать мы можем только сообразуя духовное с духовным. Которое есть благая, угодная, угодная воле Божьей. И совершенная. Мне ничего нельзя добавить. Я прочитаю несколько мест Писания. Немножко. 18 мест открою. Может быть, и сотни мест я их выбрал, чтобы показать. Как это все-таки Бог показывает? В чем мы можем преобразоваться? 1 Коринфянам 1.10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Там умоляет? Умоляет. Умоляет как человек? Я такой маленький. Я прошу тебя. Ну пожалуйста. Ну ради Христа. Вот так Павел нас умоляет. Он к нам сегодня говорит. Именем Господа нашего Иисуса Христа. Если вы верите, то не ради меня, но ради Христа. Я именем Его умоляю. Что нужно? Чтобы все вы говорили одно. Так это важно. Да без этого ничего нет. Какие разделения? Сейчас начинает патриархия. Полное общение с армянами. Григорины армяне. Я с ними беседовал. В Барнауле есть храм святой Репсимии. Репсимия армянка, это 4 век, когда еще все было вместе. Еще не разделено было. И что? Ничто не разделяет нас. Придумали одна воля, две воли. Одно естество. У нас есть вера в единого Бога Отца. Все. Никео Царьградский символ. За него не надо переходить. Тысячи лет. Провоевали. А теперь говорят, а нас ничто не разделяет. С католиками, конечно, от Отца к Сыну исходит в дух. Да нас ничто не разделяет. В Библии написано и так, и так. Многие святые отцы понимали так, как католики понимают, а не как православные. От нас все это скрывали. Когда начинаешь изучать историю, то видишь равный апостольный, князь Константин. Откуда? Он всю жизнь жил некрещеный. Руководил Вселенским собором и был некрещеный. Язычник, раз некрещеный. Смертный уже час буквально. И крестит его висей епископ-еретик. Он православного не этого не был, православный не умер даже. Равно апостольный. Почему христианскую ревисть взяла господствующие? Ну насколько же все-таки мы неискренние? Вот откуда все идет. Богу от нас все угодно. Почему нам это все не говорили? А когда говоришь, голову пускают. Нас во лжи держат. Чтобы не было между вами разделения. Говорили одно, и не было разделения. Мы можем говорить одно, когда любим Слово Божие. По Слову Божию. Сколько мы встречаемся со священниками, нигде, ни разу еще мы с ними не беседовали по Слову Божию. Приходим с сектантами, сразу начинаем по Слову Божию беседовать. Сразу же. Для чего-то же они и есть. Священник угрожает, лжет, обзывает, юридиками, как угодно. Я встречаюсь, потом говорю, зачем же ты говорил? Я специально делал, чтобы вам люди не подходили. И ты знал, что это ложь? Ну конечно я знал. Священник. В открытую сам говорит, сознается. Когда стал с нами близок уже. Это не один, абсолютно везде. Еще ни одного сбоя, вот от этой дьявольской программы у них не было. Видите, на одной лжи все основано. Я сегодня сказал, у меня такое подозрение, что меня убьют. Киллеров подошли, как на апостол Павла. 40 человек за Клянский пить. Они лютейшие ненависти ненавидят меня за книги. Книги начинают говорить, работать. Они ни одно слово не могут возразить. Я призываю всех к любви к Богу, ко Христу. У ног Христа, чтобы сели. Это создана новая религия без Христа. Все, башенка благословит, башенка благословит. Шаг мы не могут шагнуть без этого. Нет такого в Библии, чтобы человек такой неразумный был. И на каждое слово искал благословение. Не а вас кто благословил? А почему тогда ты не с нами вместе? Это религия в монахов, в попов, но не в Бога. При вере в Бога человек свободно считает Священное Писание. Он встречается с сектантами, доказывает. Обречает, свидетельствует, преобразуется Духом, умовым. Ничего этого сегодня нет. Но чтобы вы соединены были в одном Духе и в одних мыслях, вот что угодно Богу. Мы нашли растолкование, что он писал Климбин. Дальше, 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Итак, как интересно обновленному уму-то служить? Очистите старую закваску. Вот если точку поставить, мы сейчас начнете квашонки искать свои, выщищать, ножики в руки возьмете. А как? Чтобы быть вам новым тестом. Не в квашне теста, а вам. Мы тесто. Ребятишки маленькие смеются, тесто, жених да невеста. Так вот, как раз есть и жених, и невеста. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос закон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со присмоками чистоты истины. Если бы вот это приняли, священники, клевета прекратилась бы всяческая. Всюду я ездил гуд. Повторяю, ни одного пока случая, и где не было. В Шаршина нет церкви. Нормально церкви, где бы не заехали, нормально разговаривали. Папа не был, лучше там ничего не отравили. Доезжаем в Тюменцевском районе, два села заехали, там нет священников церкви, нормально все, мы можем разговаривать. Как-то когда ехали там, где есть церковь, особенно около церкви, все отравлено, ничего не хотят слышать. Совершенно. Поп подмял под себя, и в день и ночь отравлю льет, и льет, и льет. Вот на них. Сегодня, кажется, главная молитва должна быть. Убери попов, Господи, и разрушь храм. Вот такая мысль приходит. Закрыли Евангелие. Совершенно. Рядом сектанты заехали, сразу Библия открывает, сладу заговорили. Он еретик. С ним можно разговаривать. В Первом Послании Коринфянам 6, 13-14, говорит, пища для чрева. И чрева для пищи. Но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Вот как преобразится духом ума. Первое Петра 2, 20. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Но несправедливо. Повторяю, это угодно Богу. Как мы должны Бога за это благодарить? Вот обновленный ум. А не обновленный ум, он по-мусульмански будет. Как? Отомстить. Я уже всем дал посмотреть, как мусульманскую девочку учат. Кто? Враги Божии. Она в двухлетней отвечает. Евреи. А кто? Заблуждающиеся. Христиане. Еще один вопрос не задали. А самое заблуждающее? Она должна была бы ответить. Самые враги? Она должна была ответить. Мусульмане. Вот этого вопроса-то ей не задали. В Коране поминается Соломон, Сулейман. Он слышал, на слух брат всего Магомеда. А почему ни одной причины нету? А там муравьи разговаривают, куда-то царя Соломона. Джины, эти джины, духи насели. Бред. Ни одного нет слова. Он их не мог запомнить, притчи там. Он был совершенно неграмотный. Он не знал писать ни арабский, ни греческий. Не знал язык. Да как же он тогда мог написать? А как же про Давида Дуат? Да он там пишет. Хорошо. А у Давыда Псалтырь, почему же ты ни одного псалмата не привел? Магомед. Ни одного не привел. Он не знал. Но главное-то Давид-то нам целен чек. Что он написал Псалтырь. Слышали, какие прекрасные слова? Почему Магомед ни одного псалма не написал? Давыд это только слово. Он на слух что слышал, то и теперь это взято за основу. А что наши неправильно. То есть 1600 лет, до него еще 600. Это получается от Моисея до Мухаммеда 2200 лет. И он говорит, тот не понимал, я понимаю. Уже 2200 лет путие было написано. Уже Моисей 2200 лет как умер. Он теперь слышит и говорит, а Моисея говорит, да ты это не можем все им взял. Это не обновленный ум, а застарелый плотской губ. А обновленный он понимает, кто впереди меня прошел. Я могу написать стихотворение, рассказать переложение Псалма Давыда, ну как Державин пишет, Пушкин пишет. Переложение. 1 Петра 2.5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Заса Христову. Мы все вместе священники. Ты женщина, но ты священник. Все. И как живые камни, и мы из себя дом духовный строим. Из себя, из самого. Какой вопрос? Да как я его строю? Да угодно ли Богу в этом храме пребывать? А какой там фимиам, фимиам молитвы? Какие там огни горят в этом храме? 1 Тесанкинсам 4.1 Засим, братья, просим. И умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в дом преуспевали. Не от Попова вы приняли, а от Павла. А чтобы в дом преуспевать, надо это знать. Надо все время заниматься детьми. Я снова обращаюсь к учителям. Давайте дополнительную нагрузку. Добро хотя бы. Не в программу. Факультативно. По одному стиху в день. Ставьте вопросы. Я вам раздал, что? Составьте. Время уходит. Ребенок должен основные вопросы отвечать. Пусть немного будет, сто вопросов. Но эти сто вопросов, чтобы он наизусть знал. Совершенно. Не только биографию Иисуса Христа апостола. Но что от нас Бог требует? Какой главный грех? Устраивай единство священника. Какой главный грех? Вот сейчас отец Павел приезжал. Он поставил, говорит, убийство. Он даже не знает, что главный грех против Духа Святого. Священник! Сколько смертных грехов? Пересчитает 7. 77. Послушаешь. Больные люди совершенно. Неверующие. И это, говорит, священник, который после возьмет и пойдет ходилов ходить. Допускать. Первый фессалоникийцам 4.10. Ибо вы так и поступаете. Со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более в том преуспевать. Вот что от вас мы доброе получили, что от вас слышали доброе, в этом успевайте еще больше. Каждый день увеличивай это. Заботься о приобретении блага. Первый фессалоникийцам 5.12. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и в разумляющих вас. Он говорит, я и говорю, ты же предстоятель священник. Почему же ты проповеди не имеешься? А я не предстоятель, я только священник. А ты предстоятель епископов. Он говорит, да любой не акон, предстоятель. Ты же предстоишь алтарю там. Нет. Ну хоть что-то народу-то скажи. А зачем служба-то есть? Вот приехал сейчас в Расхадын, где город Новосибирск. Ну а что-нибудь другое, ничего другого нет. Главный пришел, согнулся, службу отстает и пошел. Второе, Коринфян 4.16. Посему и мы не унываем, но если внешне наш человек и клеит, то внутренность на ненаде обновляется. Получил письмо. Опять на лечебное письмо ответ. Православное. Один стол, четыре страницы только о своих болячках. Как плохо в Москве жить, какой дурной воздух, как мы болеем. Ни одного слова о Боге нет. Атсекраты получают. В одном письме 70 раз на Библию стрелать за бабушкой. 70 мест указала глава и стих. Еговистка. Да за 70 лет все вместе православные строками не укажут. Посему мы и не унываем, говорит Павел. А у нас унываем, если внешний человек клеит, стареет, морщину старается разгладить. Какие-то маски наложить. Внутренний человек, кто тебя какой? Может быть, зерно смотришься, а если бы увидел внутреннего, со страха упал бы. Второе, Коринфян 5.14. Ибо любовь Христова объемнет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. То есть мы должны почитать себя умершими для греха. Мы во Христе все умерли. Вот что такое обновление ума. Второе, Коринфян 3.15. А Христос за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили. Но для умершего за них и воскресшего. И мы должны вооружиться той же мыслью. Мысленно так представляете, что нас захватят. Потребуются отречения от Бога. Детей на это наставляйте. Смотрите, как легко готовят террористов. Она только замкнула на животе, на ней пояс смерти надетый. Она взрывается и всех уничтожает. Вот только передали. Два смертника взорвали. Сколько людей, сколько сот людей погибло. Умерли. Больные. Поранены. При смерти. Они идут, им рассказывают, что они получат на небе сразу от Аллаха, что нужно. А мы должны им сказать, что ты собой пожертвуй. Мы этого делать не можем. Христос за нас умер. Не умер двенького, а умер. У нас совсем по-другому все. 2 Коринфянам 6.1. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, что благодать Божией нещетно была принята вами. Опять умоляю. Благодать во Христе. Благодать не то, что священник рукой махнет. Крестное изображение сотворил. Люди только это знают. А батюшка не благословил. Благодать, которая кищится священник, она может давным-давно его покинуть. Он не может благословлять вопреки Писания. Он может разобрать. Я еду. Батюшка благослови. А куда едешь? А нужно ли ехать? Зачем едешь? А ты приготовил место, взял с собой Евангелие, чтобы хоть один листик кому-то дать. Ни один священник в всей стране этого не сделал. Никогда Бог благословит. Если хорошее отношение, он тут же ее благословил, по головке погладил. Благословить это значит принять благословение от Бога. Бог благословляет только на то, что в Библии написано. Ефесянам 4.1. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Какое звание? Мы христиане. Мы дети Божьи. И опять умоляют. Умоляют, мне кажется, всегда руку к сердцу прилагают, человек склоняется. Я прошу тебя. Ну сделай. Я прошу тебя. У тебя же звание христианин. Ну ты помни, кто ты. Не просто у тебя мать или отец, учитель, там, председатель колхоза. Мы христовы. Ради этого только стоит нанести себя как положено. Воздержаться, где-то промолчать, потрудиться, помочь. Эфесянам 5.10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Когда последний раз испытывал, что благоугодно Богу? Я считаю, а ты все применяй на сегодняшний день к себе и к своему огороду, к своему дому, к своим рукам, к своим родственникам. Евреям 10.22. Дагестанец, православный епископ, и пишет письмо Ильи Второму, католикосову, грузинскому. Что вы делаете? Русские с русскими воюют. Как вы это можете терпеть, допускаете? Я смотрю на его лицо, и видно, что в кавказской вешенности дагестанский епископ. Судо Божие. И он убеждает нас. Срам-то какой. Почему патриарх не выступил? Ни разу. Нигде. Сказал бы, воевать мы не имеем права убивать, мы можем только собой жертвовать. Евреям 13.16. Не забывайте также о благотворении и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Благотворение? Уметь наоборот делать? Давать. А общительность? Чаще встречаться, быть, беседовать, подходить. Будем, Павел говорит, 13.15. Через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. То есть плод уст прославляющих имя Его. За все слава Богу, чтобы не было слава Богу. Римлян 6.13. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых. И членам вашего Бога в орудие правильности. Мы должны рассуждать о себе так. Я был мертв, я жил. И все, что у меня есть, я посвящаю Богу. Что я считал, что смотрел, и что теперь. Что я делал, куда ходил, и что теперь. Во всем я должен увидеть такую перемену, как между живым и мертвым. И Павел нас умоляет, чтобы мы делом доказали, что воля Божия познано нами. О чем мы слышим, как сожалеем, как мы желаем кому-то помочь Словом Божьим, как его распространить. Если Господь благословит, то завтра, видимо, братья поедут. А может быть, я поеду. Вы заранее начинаете молиться. Выделите несколько, хотя бы минут, и прямо на руках молитвы несите. Мы идем на благовесие. Чем можете, постарайтесь помочь. Потому что это стоит. Он съездил с братом, он ни за машину, ни за шлыка, на горючее 300 рублей. Так что чем можете, сами не можете участвовать в этом. Мы не накладываем на вас никакого Исаака, ни Аброка. Нету, значит, нету. Нету тебя там, и все. А женщина положила лекту там. И эта лекта до сегодняшнего дня все еще лепится к каждому. Умудряйтесь во спасение. И будем познавать волю Божию. И милосердием Божиим преобразятся все наши члены. Во славу Божию. Аминь.